Если мы любим Христа, как должно любить Его, то сами себя будем наказывать за грехи свои. Для любящих прискорбно не то, что за оскорбление любимого они терпят какое-нибудь зло, но прежде всего самое оскорбление любимого. И если этот последний, прогневавшись, не накажет первого, то этим еще более будет мучить его. А если накажет, то напротив успокоит и утешит его. И так будем страшиться не гиенны, а оскорбления Бога, потому что когда Бог в гневе своем отвратится от нас, то это будет хуже гиенны, хуже всего, страшнее всего. А чтобы тебе более утвердиться, увериться, насколько это худо, размысли о том, что я скажу. Если бы какой царь, видя наказываемого какого-нибудь разбойника или другого преступника, отдал за него на смерть возлюбленного, единородного, кровного и законного сына своего, с тем, чтобы вместе с смертью и вина разбойника перенесена была на невинного сына его, и чтобы виновный через то и от наказания был освобожден, и от бесчестия избавлен, если бы сверх того он возвел его на высшую степень достоинства, а столь необычайно получивший спасение и почтенный такой славой после оскорбил бы своего благодетеля, то не пожелал ли бы он, если только не потерял ума, лучше тысячу раз умереть, чем оставаться виновным с такой неблагодарностью. Так будем рассуждать и мы теперь, и горько плакать о том, что так неблагодарно оскорбляем благодетеля своего. Не будем беспечно надеяться на то, что он оскорбляемый долго терпит. Напротив, поэтому-то еще более и будем сокрушаться. И у нас, людей, если кто ударившему в правую щеку подставит и левую, мстит этим больше, нежели когда бы взаимно ударил его тысячу раз, равным образом и терпящим поношением, когда не только взаимно не поносит, не поносит, но и благословляет поносящего, этим гораздо сильнее уязвляет его, нежели взаимными бесчисленными поношениями. Если же мы так стыдимся людей, великодушно переносящих наши обиды, то они тем ли более должны бояться Бога, когда непрестанно согрешаем, но не терпим за то никакого наказания. Поистине, страшное наказание соблюдается на главу таковых. Итак, помышляя об этом, прежде всего убоимся греха, так как от него мучение, от него гиенна, от него всякое зло. И не только убоимся, но и будем убегать его и стараться всегда благоугождать Богу. В этом и состоит царствие, в этом жизнь, в этом тысячи благ. Таким образом, мы еще и в этой жизни приобщимся к Царству Небесному и будущих благ, которые все мы и досподобимся получить благодатью и человеколюбив Господа нашего Иисуса Христа, с Которым Отцу со Святым Духом Слава, держава, честь ныне и пресная, во веки веков. Аминь. Аминь.